Из 55 тысяч школьников 7,5 тысяч – это первоклассники. Цифра превышает показатели прошлого года. Но город с таким наплывом учащихся вполне справляется. На эти цели в 23 школах выделены краевые и бюджетные средства на общую сумму 21 миллион рублей для проведения ремонтных работ и увеличения количества посадочных мест. Тем самым мы планируем, что 1760 человек у нас дополнительно будут введены учебные места для гарантированного права на получение обязательного общего образования. Помимо бюджетных средств, сочинские школы ремонтируют и за счет средств благотворительных. В городе уже восьмой год подряд работает шефская программа, в которой активно участвуют и сочинские единороссы. Программу курирует глава города, который призывает бизнес быть социально активным. Местные предприниматели благоустройство и реконструкцию образовательных организаций берут на себя. Самые активные строительно-ремонтные работы сразу по двум программам сегодня ведутся в 18-й школе. Разделена она на два корпуса. В одном подрядчике ремонтируют целых четыре класса, которые два года вообще не эксплуатировались. На восстановление кабинетов, пострадавших от наводнения. Законодательное собрание края выделило Кудепстинской школе полтора миллиона рублей. Как раз таки благодаря обновленным квадратным метрам образовательное учреждение избежит работы во вторую смену. Выполняется очень качественная отделочная работа. Полностью штукатурка, шпаклевка, покрасочные работы, потолок меняется, осветительная система меняется в классах. Соответственно, делается все для наших детей, дети наши цветы жизни. Во втором корпусе 61-го года постройки работает другая подрядная организация. Здесь за счет личных средств сочинского предпринимателя ремонтируют целый этаж, на котором расположена начальная школа. С 61-го года это первый такой масштабный капитальный ремонт. Программа «Шефская помощь» – это очень хорошая программа, которая дает возможность комфортного пребывания наших детей в школе. И мы благодарны за эту программу нашим руководителям города, за то, что они ее воплотили в жизнь. Все работы в 18-й школе будут сданы 30 июля. Затем шеф образовательного учреждения примется за ремонт ограждения и покрытие спортивной площадки. К слову, благодаря «Шефской программе» в этом году в Сочи будет отремонтировано 35 школ и детских садов. Ольга Десятого, Инга Габеш и Алексей Давыдов, Татьяна Говоркова и Демид Даниловский. Телекомпания ФКТ.